К новогодним праздникам принято красиво украшать дом и, конечно, елку. Лесную красавицу украшают шарами, фигурками Деда Мороза и Снегурочки, людей и животных, огоньками, мишурой и гирляндами. Новогодние игрушки бережно хранятся и часто передаются из поколения в поколения. 25 декабря отмечается День дарения елочных праздничных шаров. Этот праздник помогает в создании новогоднего настроения, веры в чудо и волшебство. Оригинально декорированный шар собственной работы или купленный в магазине – хороший подарок к Новому году. Издавна существовала традиция дарить родственникам или детям, которые заглянули в дом на новогодние праздники, понравившийся шар. Форма игрушки отсылает нас к яблоку – символу урожая и плодородия. Наши предки декорировали елки апельсинами, орехами, пряниками и леденцами. Каждое украшение несло особый смысл, олицетворяло святое благословение, загадочность божественного провидения или вечную жизнь. Почетное место среди съедобных игрушек занимало яблоко, которым угощали близких в честь праздника, ставшие прообразом елочного шара. Красивые плоды с наливными боками, которые специально отбирали осенью и хранили до зимы, были главным украшением ели. Сегодня мы расскажем вам о самых уютных и добрых елочных игрушках, которые знакомы нам с самого детства и навевают только самые лучшие воспоминания. Советские елочные игрушки. Наряжая елку новыми яркими шарами и гирляндами, мы часто вспоминаем старые игрушки. Целый год они ждали своего часа в картонных коробках, где-нибудь на антресолях. Сказочные стеклянные птицы и звери. И совсем прозаические, но очень забавные. Овощи, фрукты и ягоды. Искрашенные ваты. Веселые бусы и, конечно, звезды. Возможно, несколько таких старых друзей до сих пор занимают свое почетное место на вашей елке. История развития праздничных украшений началась в 1935 году, тесно переплетенная с историей самого государства. И если в первые два года елочки украшали самодельными игрушками, позолоченными орехами, завернутыми в фольгу, и папиросную бумагу яблоками, то уже в 1937 году появились первые промышленные игрушки во всей своей красе, демонстрирующие патриотичность и правильность выбранного пути, ведущего через социализм к капитализму. 1935-1940 год. Эта веха в истории елочных игрушек сопровождается появлением стеклянных игрушек, которые сегодня считаются раритетом – шары с изображением Ленина и Сталина. В военные годы стране было недопроизводство елочных украшений, поэтому елки наряжали подручными материалами. Из этого времени, кстати, пошла традиция имитировать снежные хлопья на ветках деревца клочками медицинской ваты. А вообще самой популярной елочной игрушкой того периода была самая обычная перегоревшая лампочка. Стеклянную колбу расписывали красками, всячески декорировали и приклеивали сверху петельку. Получалась просто замечательная елочная игрушка. Хоть и не фабричная, но сделанная с душой. После военный период в истории елочных игрушек напоминает о том, что Чехия и часть Германии принимают социалистический путь развития. Ведь Чехия считается второй родиной после Германии производства самых красивых елочных украшений из стекла. Налаживание дружеских отношений с этой страной помогло обогатить советский опыт производства игрушек. Так появляются стеклянные бусы. Наборные замысловатые игрушки из проволоки и стекляруса. Советская тематика в таких украшениях прослеживается очень явно, но с некоторой долей фантазии и отвлеченности. Это всевозможные звезды, самолеты, вертолеты, светофоры, а также различные фигурки на прищепках. 50-е и 60-е годы прошлого столетия – это историческая веха в истории Советского Союза. Запомнилась она проявлением Хрущева, но и, конечно же, его идеи не могли не найти отражения в производстве елочных украшений. На елке помимо шаров и сказочных персонажей можно было увидеть яблоки, огурцы, снопы, пшеницы, виноградные листья и, конечно, царицу полей – кукурузу. Игрушки того времени делали из ваты, пластмассы, стекла, папье-маше, но все они были миниатюрной или очень точной копией настоящих овощей, фруктов и ягод. Первый – полет человека в космос. Это ли недостойное событие для отражения его в производстве елочных украшений? Бессменную красную звезду на макушке елки решительно потеснила макушка в форме устремленной в космос ракеты, а ветки деревца украсились спутниками и космонавтами, сделанными преимущественно из цветного позолоченного картона и стекла. Елки нашего детства представляли собой уже не отражение какой-либо вехи или события в истории государства, а сплошную эклектику. Расписные шары, фигурки животных и птиц, оставшиеся от старшего поколения, игрушки прошлых лет. Все это щедро вывешивалось на ветки елки, а сверху обильно декорировалось гирляндами, мишурой и дождиком. Ставшая невероятно популярной, серебристая елка породила моду на различные блестящие игрушки из таких же нитей, как и сама елка. Различные блестящие снежинки, фонарики, растягивающиеся фигурные гирлянды становятся неотъемлемой частью этого периода существования Советского Союза. Если мы перенесемся в наше время, то, конечно, новогоднее оформление сегодня имеет массу возможностей. В магазинах величайший выбор разнообразных елочных игрушек, ярких, лаконичных, на любое вкусовое предпочтение и по разной цене. Как говорится, все, что душе угодно. Мы не только украшаем новогоднюю елку, но и создаем пространство вокруг в различных дизайнерских решениях. Оформляем целые фотозоны, чтобы порадовать себя и любимых новогодними фотографиями и ощутить хоть на мгновение то самое чувство предновогоднего волшебства. В библиотеке имени Федора Абрамова вы сможете окунуться в уютную атмосферу, наполненную новогодним теплом и, конечно же, найти свое новогоднее настроение. Ждем вас у новогоднего камина почитать любимую книгу. Субтитры создавал DimaTorzok Абрамова